Работы в этом районе были завершены лишь в начале пятого. Но воспользоваться дорогой на этом участке не получится. Она превратилась в грязевое месиво. Автомобилистам настоятельно рекомендуют выбирать объездные пути. Еще одним последствием сильного ночного ливня стало крушение поезда в набережных Челнах. К счастью, состав был товарным и сошел он с рельсов на неоживленном участке дороги. Авария произошла недалеко от моста возле пединститута. Тепловоз выехал поздней ночью из круглого поля в Автоград. В причинах крушения разбиралась корреспондент программы Челны-24 Эльмира Гайнудинова. Эта железнодорожная ветка использовалась для перевозки зерна на элеватор, а также щепни и цемента на зябь. Однако за несколько минут все изменилось. Локомотив уже никуда не поедет. И на предприятиях в ближайшее время не дождутся зерна и стройматериалов. Подвижной состав сошел с рельсов в три часа ночи. Известно, что в двух вагонах было по 80 тонн цемента. По словам специалистов, на то, чтобы возобновить движение на этом участке, понадобится несколько дней. На месте работают специалисты железной дороги и сотрудники исполкома. Как они полагают, причиной ЧП стала траншея для электрокабеля. Ее начали рыть здесь без согласования с железнодорожниками. Оказалось, слишком близко к рельсам. А затяжной ливень усугубил ситуацию. В итоге дорога, которая ведет к мосту через Челнинку, разрушена. Подмыло полотно. В результате нет упора для рельсов и шпал. А вагоны 80 тонн, это 100 тонн. Все это упало. Самая большая проблема сейчас – тепловоз и вагоны, лежащие на боку. Эта местность труднодоступна, и завести сюда кран невозможно. Более того, независимые эксперты, которые привлечены к расследованию ЧП, опасаются, что если дожди продолжатся, проблемы могут возникнуть и с мостом. Грунт под двумя его опорами может быть размыт, и тогда последствия будут масштабнее. Серьезное нарушение непроизведенного укрепления опор путепровода. Должны быть бетонированы, и водоотводные канавы должны быть для отвода воды с автодороги организованы. Она течет куда попало. Камская транспортная прокуратура начала проверку по данному ЧП. Окончательные выводы о причинах аварии должны быть обнародованы на следующей неделе. Пока специалистов радует лишь один факт – в результате схода поезда из рельсов нет пострадавших.